доброе утро юля доброе утро доброе утро друзья так с вами программа академия здоровья и сегодня по многочисленным просьбам наших радиослушателей мы беседуем в эфире с игорем целинчуком здравствуйте игорь с нами доброе утро дорогие друзья доброе утро юля я с вами конечно многие уже чикагцы слышали передачи интервью с вами очень-очень заинтересовались в эфир и на радио и в студию поступило огромное количество вопросов очень интересные темы я напомню что игорь занимается здоровым образом жизни популяции вы занимаетесь я знаю что вы занимаетесь этим уже больше чем 25 лет если неправильно не точно вы меня исправьте вы автор методики пяти побед если можно немножко вкратце вот для тех радиослушателей кто первый раз сегодня услышал о вас расскажите о себе я думаю это будет более правильно если вы сами скажете спасибо юлия я кратенько расскажу мне 50 лет я долгое время страдал от лишнего веса долго долго это было худел поправлялся худел поправлялся было это очень сложно тяжело всякое на себе пробовал ну у меня я занимаю я не врач по образованию вот хотя у меня три высших образования 2 мбей в общем-то я я работал топ-менеджером тогда в крупном бизнесе и но здоровье меня так мучило что к 40 годам я тоже мог за рулем заснуть и еще что-нибудь такое нехорошее со мной могло случиться я тогда весил 135 137 килограммов но очень много вот и стал ну в клиниках там разных лежал пытался похудеть и так далее ну получалось а потом все назад возвращалась в общем я стал изучать почему так происходит ну собственно научный подход свой использовал такую методику самых лучших местах и это стал изучать в том числе и гарвард medical school мне помогал это ведущие медицинские скажем образовательные и исследовательские учреждения в соединенных штатах америки ну и собственно говоря я самое лучшее вы был что я нашел сделал свою методику которая потом стала называться система пяти побед сам похудел на 38 килограммов вот и стал помогать другим людям тоже похудеть параллельно в общем это достаточно успешно все происходило потому что людям помогала в основном помогала людям как раз таким которые много-много всякого перепробовали до этого и у них не получалось ну потому что я на себе это прошел я на себе это перепробовал собственно говоря она работает особенно для ленивых людей знаете вот есть очень много программ для похудения которые рассчитаны на каких-то очень волевых людей с большой силой воли таких людей не больше трех процентов а 97 процентов людей обычные такие как я и вот чем то что я разрабатываю собственно я ничего не придумываю я просто беру все самое лучшее что есть пробую на себе пробую на других людях подходящих да и тогда уже запускаю в работу а моим ноу-хау является то что это можно использовать с помощью интернет то есть методики сами по себе это просто лучшие мировые методики которые в клинических условиях используются очень успешно и в других условиях используют ну очень успешно да а просто я сделал и даже запатентовал методику когда это можно успешно применять через интернет и человек не надо ему нигде лежать никуда ездить ни на какие семинары он это может сделать у себя дома сидя за компьютером и просто выполнять аккуратно и это действует очень эффективно параллельно я параллельно я изучал очень много связанного с диабетом сахарным потому что у меня наследственное предрасположение к сахарному диабету и сахарный диабет для меня очень страшная вещь у меня самое страшное воспоминание моего детства когда моему дедушке ампутировали ногу я к нему ходил в больницу и вообще что этому и перед этим и после но это страшно да и я изучал вещи связанные с сахарным диабетом нашел работающие очень эффективные методики хотя врачи по непонятным причинам говорят что диабет не лечится на самом деле другие врачи в очень дорогих клиниках его очень успешно лечат я был даже на стажировке великобритании господина патрика холфорда в клинике и я тоже сделал методику которая используется онлайн успешно 90-дневная 90 дней занимает программа называется антидиабет и и прошло уже больше 300 человек и она показывает более 87 7 процентов эффективности в избавлении от сахарного диабета конечно второго типа потому что сахарный диабет первого типа можно просто уменьшить количество инсулина который человек колет потому что уже поджелудочная железа не работает а для второго типа все очень реально и все очень эффективно помогает даже если люди инсулин колют при диабете второго типа и так далее у нас есть вопрос уже есть вопрос во первых несколько вопросов было с прошлой передачи да я еще две минуты буквально если вы позволите мы начнем отвечать на вопрос этого тема очень очень существенно очень необходимое нужно и поэтому вопросов очень много и вот один из вопросов такой наталья спрашивает на какие заболевания нужно проверяться если вы увидели набирайте вес и вам уже за 40 значит это кстати очень актуально и важный вопрос я отвечу по порядку значит когда вы набираете вес особенно если вы резко набираете вес ну не просто как-то плавненько 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 он накапливается до особенно если резко набираете вес есть два заболевания на которые обязательно нужно провериться первое заболевание это сахарный диабет я о нем буду сегодня очень много говорить это очень важные вещи и второе нужно обязательно проверить работу щитовидной железы то есть сдать анализы на гормоны щитовидной железы потому что при пониженной функции щитовидной железы это называется гипофункция щитовидной железы человек тоже серьезно набирает вес то есть вот эти вот две Сахарный диабет и щитовидную железу надо проверить в первую очередь и обязательно Я считаю, что любому человеку старше 40 лет надо профилактически на это все проверяться Потому что я про сахарный диабет буду много говорить Но мне пришли свежие данные Это UCD данные и Всемирная организация здравоохранения Значит в мире 448 миллионов больных сахарным диабетом Друзья, 448 миллионов человек в мире больных сахарным диабетом Это на втором месте среди всех общевидов хронических заболеваний, какие есть На первом месте только заболевания почек разные всякие 448 миллионов человек больные сахарным диабетом В Соединенных Штатах, по моим данным, по моим данным, в Соединенных Штатах 39 миллионов больных сахарным диабетом В Соединенных Штатах Америки 39 миллионов больных сахарным диабетом Это вот Харвард Медикалску мне прислал Значит, поэтому болезни щитовидной железы тоже очень распространены И обязательно на них надо провериться Но, естественно, что... Вот есть интересный вопрос... Да, конечно Как раз связанный на следующую тему, вот вы говорите о профилактике Сейчас очень популярно принимать натуральные добавки В том числе и для профилактики диабета Такие, как топинамбур, земляная груша Или черника Что вы об этом скажете? Значит, на самом деле На самом деле диабет это очень достаточно сложное заболевание На, скажем, первичном уровне понимания Оно вроде простое Сахарный диабет второго типа вызывается инсулиновой резистентностью То есть неусваиваемостью или непереносимостью собственного инсулина человека То есть инсулин не работает в теле Но к этому может привести комплекс разных вещей И человеку для того, чтобы успешно бороться с сахарным диабетом И вообще не допустить его возникновения Тут главную роль играют витамины D, витамин C, витамин E и витамины группы B Это B1, B2, B3, B6, B12 фолиевая кислота Это если с точки зрения витаминов С точки зрения минералов Очень важны хром, цинк и магний Но при этом всем, при этом всем, при этом всем Еще очень важны другие вещи, которые мы тоже используем в программе антидиабет По-разному, да Вот, очень важна водористворимая клетчатка Очень важны омега-3 Очень важна альфа-липоевая кислота Глютамин, резвератрол И вот эти вот вещи, да Эти добавки, да Скажем, они необходимы для человека Для того, чтобы он Для того, чтобы организм работал так, как нужно Но не обязательно их получать из таблеток На самом деле При правильном сбалансированном питании Человек практически все это может получать из еды Кроме, когда нет солнца То витамин D получить неоткуда Потому что витамин D Он синтезируется в организме При воздействии солнца Солнечного света на человека Да, поэтому витамин D Все-таки в любом случае надо подкармливаться И я сейчас скажу Для профилактики сахарного диабета Вообще есть основные добавки Да Вот, три основные добавки Которые это Являются основой Вообще, любой хорошей программы приема добавок Они всем рекомендуются Да, три основные добавки Вот Поливитамины То есть это те витамины О которых я сейчас сказал Это незаменимые жирные кислоты Омега-3 и омега-6 И это витамин С Вот, собственно Ничего тут необыкновенного нет Я никакой Америки не открою Но это три Скажем, основных комплекса Да, продаются в любых аптеках В общем-то они Но Опять же Полезнее всего Когда человек Берет эти Все необходимые витамины Из пищи А что это за пища? Я вам тоже не открою Никакого секрета большого Основная пища В которой это все есть Это натуральные овощи Натуральные фрукты Что такое натуральные? Которые, ну, никакому приготовлению Не подвергаются Да, особому Да Много также Достаточно полезного Есть Ну, ягоды Практически все ягоды Являются Высококачественными Поставщиками Большого комплекса Витаминов для нас И минералов Да Ну и, соответственно Когда уже у человека Возник сахарный диабет Инсулиновая резистентность Мы рекомендуем Принимать Препараты хрома В частности Пеколинат хрома Который уменьшает Инсулиновую резистентность Это такое, скажем, важно Но это уже Когда у человека Есть сахарный диабет А если сахарного диабета нет Надо просто следить за тем Чтобы достаточное количество Витаминов и минералов Необходимых Поступало В организм Еще раз говорю Они есть в хорошем Правильном Натуральном Сбалансированном питании Подчеркиваю Натуральном То есть, если вы Купили какой-то продукт И его приготовили Это натуральное Сами А если для вас Это на фабрике Приготовили И добавили туда 250 миллионов Разных других Химических веществ То это Ненатуральное Это Чтобы было понятно Вот Есть много Там Говорят Качество продуктов И так далее И так далее Да, продукты Все разного качества И предпочтительные Органические продукты Но если выбирать Между Там Любыми Обыкновенными Продуктами Которые продаются В магазине Может даже И не органическими Ну любыми Да И тем Что приготовлено В фабричных условиях Золотских То Однозначно Любое Любые продукты Из которых Вы что-то готовите Они На 10 голов Лучше Чем любой Готовый продукт Который вы купите Однозначно Почему? Потому что Пищевая промышленность Вынуждена для того Чтобы все хорошо Хранилось Добавлять туда Множество разных Химических соединений Которые Не позволяют Бактериям Кушать вашу еду Как вы думаете Если бактерии Не кушают эту еду Как она у вас Переваривается Вообще в желудке И в кишечнике Она же тоже Не очень хорошо Переваривается Если бактерии И так не хотят кушать А в кишечнике Бактерии должны С ней взаимодействовать Поэтому Лучше Все Самим Приготовить А с точки зрения Добавок Я уже сказал Нельзя Я вам скажу Есть намного Есть такая пирамида Скажем здоровье Пирамида здоровья Так Ну Во главе ее Во главе ее Стоит Правильное питание Правильное питание Не Препараты Которые вы принимаете Да Правильное питание Препараты Нужны Ну Какие-то добавки Натуральные Там и так далее Они нужны Если у вас питания Этого не хватает Нету В частности Для того Чтобы Бороться с диабетом Растворимая клетчатка Имеет Громадное значение Есть например Глюкоманан Такая штука Вот Она тоже Очень хорошая То есть Растворимая клетчатка Она Ну Скажем Одним из Доказанных Доказанных Серьезнейших Факторов Является Высококачественной Помощи Для людей С угрозой Диабета Да Спасибо Юлия Давайте дальше Да Александр спрашивает Если у родителей Был диабет Какова вероятность Возможность Заболеть диабетом У ребенка То есть Это 100% 50-90% Вот ваше мнение Ну Значит Давайте по порядку Смотря Какой диабет Значит Дети В детском возрасте Заболевают Сахарным диабетом Первого типа Как правило Хотя сейчас В мире Эпидемия Сахарного диабета Второго типа У детей Особенно страшная Ситуация В Объединенных Арабских Эмиратах Насколько я знаю В мире Это Ну и в Китае Сейчас много есть Это из-за того Из-за изменения Пищевых привычек Но Все-таки В детском возрасте Чаще дети Могут заболеть Сахарным диабетом Первого типа Сахарный диабет Первого типа Это аутоиммунное Заболевание Определенная Наследственная Предрасположенность К нему может быть Но мы о нем Но его меньше 10% Вообще в мире Это сахарный диабет Первого типа Когда поджелудочная Железа не работает Не выделяет инсулины Просто этот инсулин Надо колоть Потому что Откуда-то его надо взять Вот Сахарный диабет Второго типа Определенная Наследственная склонность к сахарному диабету второго типа может быть у меня например она такая есть но это не приговор и вероятность я вам скажу следующее если человек если человек правильно себя ведет правильно питается правильно питается мы дальше об этом поговорим подробнее человек правильно питается если человек правильно реагирует на стрессы или их умеет как-то избегать но фактически стрессовые ситуации бывают у всех вопрос в том как люди на эти ситуации стрессово реагируют одни реагируют так что у них уровень сахара в крови из-за этого скачет другие реагируют так что не скачет да то есть фактически факторов возникновения сахарного диабета основных это 33 основных факторов возникновения сахарного диабета и люди людям из зоны риска надо честно Если есть наследственная предрасположенность, если у родителей, особенно у обоих, был сахарный диабет, да это наследственная предрасположенность. Допустим, если у них был сахарный диабет второго типа, это приобретенный сахарный диабет. И есть наследственная предрасположенность к сахарному диабету, значит, у детей. Но это никакой не приговор, это значит, что просто надо тщательнее следить за собой. И три фактора главных. Это правильное питание. Второй главный фактор. Это правильные реакции на стрессы. Потому что это очень важная сейчас составляющая. Это правильная реакция на стресс. И сюда входит и нормализация сна. И достаточное количество сна. Потому что недостаток сна это тоже стресс для организма. И так далее, и так далее. Вот эти вот вещи. Реакция на стресс. И третий это физическая активность достаточная. Я тут тоже не открою никаких секретов громадных. Но вот когда эти три фактора. Человек за ними следит. То у него и уровень общего здоровья будет хороший. И сахарный диабет. Скорее всего второго типа сахарный диабет обойдет стороной. Потому что наши ученики в Международном институте здоровья человека. Мы с единомышленниками создали несколько лет назад. И собственно программа антидиабет проходит тоже на базе Международного института здоровья человека. Так вот по нашему опыту сахарный диабет примерно у нас. Среди наших учеников с сахарным диабетом. У кого уже есть. У них примерно у 40% наследственная предосположенность. 35-40% у тех, кто у нас есть. А остальные люди приобрели сахарный диабет по разным причинам. Но чаще всего вследствие сильного перенесенного стресса. Второго типа если сахарный диабет. Чаще всего вследствие сильного перенесенного стресса. Есть люди, которые питались неправильно. И вели неправильный образ жизни. Себя сильно запустили. Есть такие тоже. Но у многих вследствие сильного стресса. Вот это вот три такие вещи. Ну и как правило когда люди себя запускают. Ни о какой физической активности тоже речь не идет. То есть это вот три главных фактора. Которые могут повлиять к сахарному диабету. Вот у меня интересный вопрос. Недавно я столкнулась с такой женщиной. Она приехала к нам на остров здоровья. И я спрашиваю какие она препараты принимает. Женщина лет 45. Она говорит я принимаю метформин. Я говорю у вас диабет. Она говорит нет вы что. Вы что не знаете сейчас новая мода. Это же таблетки для того чтобы остановить развитие старения в организме. То есть это таблетки против старости. Так простым языком. Она говорит у нас сейчас в России и в Москве все принимают метформин. Вы слышали что-то о такой специфической моде. Значит давайте мы вообще значит что я хочу сказать про метформин. Метформин это единственное средство для понижения уровня сахара в крови с доказанным эффектом. Ну на самом деле остальные лекарства против диабета которые есть. Да их много есть. И даже их врачи выписывают. Они имеют кучу противопоказаний. И они имеют кучу больших-больших недостатков. Но метформин на самом деле надо понимать что у метформина есть очень серьезные побочные действия. И у нас есть ученики которые пришли к нам например в антидиабет чтобы отказаться и от метформина. Потому что у них страшные на метформин страшные реакции. В основном у метформина очень много есть реакций. В основном на желудочно-кишечный тракт. Очень серьезные такие вот побочные действия. То есть нет безвредных лекарств. Метформин это лекарство для людей с сахарным диабетом. И принимать метформин в профилактических целях это по-моему глупость редкостная. Вот в моем понимании принимать метформин в профилактических целях это редкостная глупость. Вы поймите есть лекарства например противораковые и еще какие-то. Но никто же их не принимает почему-то в профилактических целях. То что создано для больных людей здоровым людям принимать не надо. Вот это глубокое мое мнение. И мысли о безобидности метформина они тоже такие. Знаете, когда у человека повышенный уровень сахара в крови и он делает выбор умереть быстро от кликирования ткани и от страшных вещей связанных с диабетом. Или иметь может быть какие-то от метформина какие-то там побочные действия. Конечно он выбирает леший с ними с побочными действиями. Я уже так грубо говорю, чтобы было понятно. Но пусть у меня не будет этого повышенного уровня сахара в крови. Это если нет другого выхода, кроме как метформина использовать. А просто так в профилактических целях пить достаточно опасное лекарство, я не уверен, что это вообще разумным каким-то может быть. У нас есть такой вопрос. Конечно. Геннадий спрашивает. Существует ли специальный водный режим при диабете? Как правильно пить воду, именно если у вас диабет? Я как раз сейчас пью воду. Специальный водный режим при сахарном диабете ничем не отличается от водного режима любого человека, который хочет быть здоровым. Чтобы про это никто не говорил, организму необходима чистая вода для того, чтобы обмен веществ в организме работал нормально. А обмен веществ, собственно говоря, сахарный диабет это точно так же болезнь обмена веществ. Сахарный диабет это типичная болезнь обмена веществ. Поэтому мы просто вынуждены нормально пить воду. Что такое нормально пить воду? Нужно посчитать, что на килограмм веса тела человеку нужно примерно 25-30 миллилитров воды. То есть, если человек весит 100 килограммов, ему нужно 3 литра воды. Она может быть в разной форме, но это должна быть вода. Это не должна быть Кока-Кола, это не должна быть Фанта, это даже не кофе, это просто вода. И надо стараться пить 30 миллилитров на каждый килограмм веса тела. Если человек весит 70 килограммов, в паунды вы, я думаю, сможете перевести, я так в уме хорошо не перевожу, но если весит 70 килограммов, 2 литра воды это самое меньшее, что он может пить. Как это нужно делать? Это есть практически абсолютно способы. Вы просыпаетесь, утром выпиваете стакан воды. Чистой, нормальной, хорошей воды. Один стакан или два? Сейчас существует мнение, что минимум два стакана воды комнатной температуры. Можно, я пью два. Но я сейчас говорю про минимальный минимум. Можно выпить стакан воды, через 15 минут еще стакан воды. Тут есть еще определенный момент. Наш организм усваивает не более 200 миллилитров воды в 15 минут. То есть, организм можно залить воды много, а усваивает он, я откуда это знаю? Я сейчас, собственно, практикующий спортсмен-любитель, готовлюсь к марафону в Чикаго бежать, кстати. Первый мой марафон будет. Какого числа вы будете в Чикаго? Я надеюсь приехать в начале октября. То есть, я буду где-то с начала октября в Чикаго. Надеюсь, первого или второго числа прилететь в Чикаго. Но я думаю, что мы организуем какие-то семинары, встречи с вами, чтобы наши радиослушатели воочию с вами уже встретились. Но я просто почему говорю. И со мной работает спортивный тренер очень высокого класса. Я пробежал уже 4 полумарафона, то есть, это половина от марафона, 21 километр, тоже нормально. Но марафон это немножко другое. Со мной работает спортивный тренер. И есть четкое понимание. Усваивается воды 200 миллилитров в 15 минут. Поэтому, ну, можно выпить и 2 стакана на самом деле, и можно и 3, но они будут постепенно так усваиваться. Поэтому, если человек не может в себя влить 2 стакана подряд, он не должен вливать, он может выпить стакана, через 15 минут еще стакан. То есть, я об этом, да. И спокойно, постепенно надо пить воду. Перед тем, как вы кушаете, за полчаса, за 20 минут хорошо выпить стакан воды. То есть, я всегда так делаю тоже. Можно 2 стакана воды. То есть, перед тем, как вы хотите кушать. Если у вас нет уверенности, что, ну, человек, у которого сахарный диабет, он должен кушать очень ритмично, да, по расписанию. Вот. А просто человек, вот, допустим, без сахарного диабета, он, если не знает, хочет он кушать или нет, выпейте стакан воды и проверьте. Захотите кушать через 10 минут после стакана воды, тогда берите и кушайте. Так наших учеников мы учим, которые худеть хотят. Вот. Это одно из таких правил. Поэтому, водный режим. Обязательно надо пить воду. Нельзя пить сладкие напитки. Нельзя пить напитки с сахарозаменителями. Я очень серьезно об этом хочу сказать. Нельзя пить напитки никакие, даже с натуральным сахарозаменителем. Единственным нормальным сахарозаменителем является стевия. Стевия. Но напитки... Вот. Стевия. Ну, натуральное все. Но напитки я даже со стевией не рекомендую пить никому никогда. Потому что это обман поджелудочной железы. И все равно это, ну, неправильно. То есть, напитки должны быть никакие не сладкие. Человеку с сахарным диабетом не очень я рекомендую пить даже фреш-соки. Да. Вот. Потому что человеку, у которого сахарный диабет, ему лучше, если он ест какие-то фрукты, кушать полностью, чтобы клетчатка была. Ну, что нужна клетчатка организму. Вот. И вечером, допустим, сколько пить, то это зависит от того, насколько там есть какие-то ночью, может там, позывы к мочеиспусканию. Поэтому, если человека там лишняя жидкость, выпитая вечером, сильно гоняет в туалет ночью, то на самом деле приоритет хорошего сна выше. Потому что хороший сон, это залог вообще на самом деле успешного излечения от очень многих вещей болезни. Да. И это стрессовое снижает. Поэтому просто вечером не надо пить много. То есть, количество воды вечером там хочется пить. Просто глоточек воды выпил и все. Ну, то есть, не надо пить много. А с утра и до часов, я не знаю, шести вечера можно много пить, сколько угодно. Вот. Столько, сколько хочется и столько, сколько нужно. Итак, у нас был вопрос по водному режиму. А теперь у нас пришел вот такой интересный вопрос. Какие мифы при похудении? Вот как раз я про мифы про похудение читала на вашем сайте. Я бы хотела тоже остановиться на этом более подробно. Могли бы вы перечислить основные мифы, когда люди сталкиваются с тем, что начинают худеть, но именно вот им мешают вот такие вот мифические изложения. Что это такое вообще? Значит, давайте по порядку, да? Про мифы. Значит, первый миф о похудении, он, кстати, и о долголетии, и обо всем он связан. Знаете, я вспомнил, когда вы мне рассказали про метформин, и что его люди пьют для долголетия и для омоложения. Омоложения организма, да. Да, для омоложения, ну это... Вот. Значит, это миф о волшебной таблетке. Значит, миф о волшебной таблетке звучит так. Существует такая волшебная таблетка, такое волшебное средство, такой какой-то волшебный способ, который позволит мне быстро, легко похудеть и потом никогда не поправляться. Должен с грустью сказать одну вещь. Волшебных таблеток не существует. Вообще не существует. В принципе, не существует. Если человек поправлялся 20 лет, то похудеть он за месяц не может, за два, да? Если он 20 или 30 лет набирал этот жиль. Волшебных таблеток нет. Похудеть мгновенно нельзя. А для того, чтобы не набирать потом лишний вес, нужно нормализовать свой обмен веществ, а для этого нужно худеть правильно. Это не будет очень быстро. Это может быть нормальное время, да? Занимать. Это несколько месяцев, как минимум. Может быть год, может быть полтора, у кого как. Но зато потом человек не поправляется. И если человек с этим связывается... Вот волшебных таблеток нет, а я хочу, чтобы, друзья, вы это запомнили. Да, я вас очень люблю и уважаю. Волшебных таблеток нет. Второе, что связано с... Вот этими всеми мифами. И второе, что связано с похудением. Второе. Есть миф про хорошие диеты. Что есть вот такая хорошая диета. Новая. Обычно хорошая диета это самая новая. Вот недавно ее придумали, да? Хорошая диета новая. Вот я ее использую там в течение месяца. Похудею и так все будет хорошо. Значит, в мире есть сейчас порядка 30 тысяч диет. Кто-то подсчитал. Я читал об этом. Порядка 30 тысяч диет сейчас есть в мире. Поверьте, если бы была одна хорошая, все бы ее использовали, не надо было бы 30 тысяч. Вот. Надо понимать, что о диете, об одной диете вообще не может идти речь, когда мы говорим о похудении. То есть, то, как человек питается, это очень важно. Но также очень важен образ жизни и образ мыслей. Да? И мы с этим как раз очень плотно работаем. Вот в Международном институте здоровья человека в наших программах «Система пяти побед», «Трансформация шесть». Особенно там мы с образом мысли работаем. Потому что то, что человек думает о себе, то, что человек думает о своем лишнем весе, и то, что человек думает о своем будущем, и о прошлом тоже. То есть, о родителях, там еще о чем-то, еще о чем-то. То это очень сильно откладывается на том, как человек видит себя, и как у него идет процесс снижения лишнего веса. Это называется психоэмоциональное похудение? Я слышала такой термин. Ну, психоэмоциональное, я бы назвал это психоэмоциональный фактор при похудении. Некоторые люди, им достаточно одного психоэмоционального фактора, активизации, и они худеют. При том питании, которое у них было, и при той физической активности. Потому что, я вам приведу пример. У меня была одна ученица, ну, она несколько лет назад. Значит, у меня тогда было больше времени, я с ней глубоко работал, она в индивидуальном коучинге у меня была. Я с ней глубоко работал, и мы хотели определить вообще, из-за чего у нее. Она вроде нормально питалась, такая, и все. И набрала вес, набирала, и все время не могла. Ей было 50 лет тогда. И мы, там, я попробовал одну вещь, и мы решили попробовать, что у нее раньше было. Оказывается, ее, ей было 23 года, ее бросил муж, бросил муж с 4-месячным ребенком. Когда-то, вот, ну, 27 лет назад до того. И она ненавидела этого мужа так, что она его вот, каждое утро проклинала, и каждый вечер проклинала. Вот. Знаете, что мы сделали? Мы, она взяла бумагу, много бумаги, и 500 раз на бумаге письменно простила мужа. Вот, записала, я прощаю, там, тебя, я, все, я на тебя не злюсь, не держу зла. После того, как она простила мужа, в течение месяца она похудела на 15 килограммов за месяц, да, и потом худела уже до своего идеального веса. в течение полугода. Так что, надо начинать прощать врагов? Прощать, не, так, что такое враги? Вы поймите одну простую вещь. Что такое прощать врагов? Если у человека есть враги? Я, я с этим не родился, я просто очень много всего изучаю, лучших в мире практик, да, как медицинских, так и практик таких для самосовершенствования. Если у человека есть враги, это значит, они, эти враги у вас отбирают энергию вашу. И у вас нету энергии, чтобы похудеть, у вас нету энергии, чтобы двигаться, у вас часть этой энергии забирают враги. Враги могут не знать, что они ваши враги. Это вы знаете в своей голове, что они ваши враги. Они могут об этом даже не знать и не догадываться. Сто лет вас не знать. И некоторые умудряются обижаться на исторических личностей, знаете, которые раньше жили, умерли давно. А некоторые на них до сих пор обижены. Некоторые обижаются там на своих родителей, которые там уже могут не быть их с нами, они на них обижаются там и так далее. Люди на очень странные вещи обижаются и очень странных врагов себе плодят. Лучше вообще не иметь врагов, тогда человек нормально живет. Особенно врагов не придумывать. И на самом деле прощать надо людей. Даже если человек что-то плохое сделал, прощать это очень хорошая эффективная методика. Это одна из психоэмоциональных нормализаций. Но прощать тех даже, кто вам сделал очень плохое. Когда человек на кого-то держит злость, он хуже всех делает себе. Тот, на кого человек держит злость, может об этом не знать или не догадываться, или ему быть все равно. А себе человек делает очень плохо, потому что человек думает не о хорошем, а о плохом. А если думать о хорошем, организм работает совершенно иначе. И это вещи тоже очень серьезные, которые настраивают. Мы сейчас используем, это называется энерготерапия. Это специальный, это скажем, такой текст, который человек, я наговариваю, человек за мной повторяет. В том числе мы это используем. Которые очень эффективно влияют на увеличение энергии у человека. И на борьбу с разными заболеваниями и так далее, и так далее, и так далее. Это тоже не я придумал. Я это просто освоил для того, чтобы в интернете было удобнее. Это основано и на работах Сытина, такой был, четырежды доктор наук. И на работах великого академика Амосова, был такой человек. Но вот эта энерготерапия на этом основана. Я просто к тому, насколько психоэмоциональное состояние на это все влияет. Так вот, это я пример привел. Если человек, вот женщины, знаете, некоторые, я вот сейчас грубо буду говорить, но это из жизни, правда, да. Одна смотрит на себя в зеркало и говорит, вот я жирная корова, ни в одно платье не могу старое влезть. Другая говорит, другая смотрит на себя в зеркало, такая же самая, и говорит, я стройная, а буду еще стройнее. Как вы думаете, кто из них похудеет? Вот давайте вот вторая. Правильно. Очень легко и просто. Вторая похудеет. Почему? Потому что она позитивно настроена на то, что она стройная. А первое, если она себе повторяет, что она жирная корова, ну ей, значит, так комфортно никогда. Я так грубо говорю, кому-то неприятно может это слышать. Но если хоть один человек после нашей передачи задумается о том, что он о себе думает, о себе думает, задумается, то я считаю, что я уже задачу эту для нашей передачи выполнил. А я думаю, что задумается намного больше. Это очень важные вещи. Они очень простые, но это очень важные вещи. И с них надо начинать в значительной степени. Следующий миф о похудении, который есть. Есть миф о похудении, что если я буду сидеть на монодиете, я думаю, наши читатели, слушатели знают, что такое монодиета. Буду кушать одну гречку или одну капусту или еще чего-то. Я быстро похудею, и это так хорошо будет, и легко похудею. Монодиета, вот любая вот такая монодиета, это страшный удар и стресс для организма. Страшный. Потому что организм не привык так питаться. Особенно если вы его кормили, я не знаю, гамбургером и с картошкой фри. А тут вдруг сели на монодиету из капусты. Ну я так уже утрирую. Наши слушатели, я думаю, очень люди грамотные и продвинутые. Тем не менее. Это страшный стресс для организма. Организм на стрессы отвечает только одним способом. Запомните, друзья. Организм в ответ на стресс начинает накапливать жир. Потому что стресс это угроза для организма. И организм, как правило, в ответ на стресс начинает накапливать жир. Иногда у людей, которые от природы вообще стройные, организм в ответ на стресс начинает сжигать мышцы. То есть человек становится еще худее, то есть и жир, и мышцы у него сжигают. Иногда так реагируют. Это, кстати, большая угроза сахарного диабета первого типа в таком случае бывает. Тоже приобретенного. Он тоже бывает приобретенный. Но, как правило, у человека, который есть какой-то немножко лишний вес, в ответ на любой стресс организм начинает накапливать жир. Поэтому, когда прошла эта монодиета, организм на голоде на этом посидел. После этого он начинает из любой еды извлекать максимум всего, чтобы накопить жир еще в организме. Вот и вся история про монодиеты. Поэтому они дают быстрый какой-то эффект, а потом раз и набирают человек лишний вес. Это вот про мифы. Да, Юлия, есть еще вопросик? Да, есть. Вопрос, во-первых, чтобы Вы напомнили радиослушателям, как посмотреть на интернете, как выйти на Ваш веб-сайт, познакомиться с Вашими программами, антидиабет, 5-5-5. Меня зовут Игорь Целинчук. Мой сайт называется tsalenchuk.com t-s-a-l-e-n-c-h-u-k.com c-a-l-e-n-c-h-u-k.com c-a-l-e-n-c-h-u-k.com Это мой персональный сайт. Я думаю, что для нашей радиопередачи я еще какое-то с более коротким названием придумаю. Но можно на этот... Можно по-русски написать c-a-l-e-n-c-u-k. А можно просто написать c-a-l-e-n-c-u-k в интернете Игорь Целинчук. Если Вы напишите, Вы на мой сайт попадете. В поисковике по-русски, если написать Игорь Целинчук. Игорь Целинчук. И Вы попадете на мой сайт. Там все описания по Вашим программам? Там есть много моих программ. Вы попадете на главную страницу. Там можно и мои бесплатные видеоуроки получить, и бесплатный мастер-класс по антидиабету. И там есть блог, раздел блог. Вы заходите, и там больше 150 статей. Ну, я считаю, что очень ценных и полезных. И там есть мои программы определенные. Да, там очень много всего. В любом случае, Вы будете со мной на связи, ВКонтакте. Подпишитесь. И есть курс снижения лишнего веса. Вот я сейчас как раз сайт открыл, посмотрел. Есть бесплатная регистрация на двухчасовой мастер-класс по антидиабету, как победить сахарный диабет в 87% случаев. Вот еще много всего очень полезного и ценного есть, поэтому заходите. Набирайте просто Игорь Цаленчук. Цаленчук. Елена спрашивает, а как можно при помощи питания сбалансировать гормоны? Это, кстати, очень часто вопрос встречается, особенно у женщин после 40 лет. Набирается вес, потому что, естественно, меняется уровень гормонов. Конечно. Вы знаете, питание, питание очень важную роль играет в гормональном фоне организма. И у женщин, да, у женщин просто это резче происходит, чем у мужчин. У мужчин это происходит медленнее. Я как раз, кстати, для мужчин, я сейчас занимаюсь очень серьезно проблемами, вопросами повышения уровня тестостерона, от которого зависит вся вообще жизнь мужчины. Да, ну принципиально вся. И долголетие, и все, все, все. И мы сделаем программу для повышения уровня тестостерона. Для женщин мы тоже по долголетию делаем программу. Но я сейчас расскажу. Какие главные принципы сбалансировки гормонов? Первое. Жиры необходимы, в питании необходимы правильные жиры. То есть отказ от любых видов жиров, это вообще там раньше была такая идея про низкожировые диеты, это бред сумасшедшего. Нельзя от жиров отказываться. Только эти жиры должны быть правильными. Жиры должны быть правильными. Очень важно омега-3 и омега-6 для эффективной выработки гормонов у человека. Омега-3 и омега-6 очень важно. И лучшие, где они вообще самые полезные жиры для организма? Они содержатся, они в льняном масле содержатся, они в оливках, маслинах содержатся. Они содержатся в яичном желтках, в авокадо и в лососе. В рыбах такие, да. И это здоровые жирные продукты. Селедка даже, вот обыкновенная селедка, это достаточно тоже здоровый жирный продукт, конечно, чтобы не было слишком соленое, потому что избыток соли не нужен. То есть здоровые жиры, да, здоровые жиры, это очень важно. Да, сейчас я извиняюсь, у нас телефонный звонок. Ну что, они давно уже, давно ждут. Давайте. Вопрос. Алло. Да, пожалуйста, приглушите приемник и говорите. Давайте. Алло. Да. Приглушите, пожалуйста, приемник. О. Лёв? Да, все, говорите. Это я. Алло. Это вы, 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 да. Да. Я знаете, что хотела у вас спросить? Вы слышите такое лекарство, как ЮМЕ? Ничего не слышно. Какое? Глумерца. Очень дорогое лекарство от диабета. И я знаю, что, по-моему, СМЕДФОРМИМ из Генелик. А Глумерца. Чему так? Рубей. Я вот не уверена. Очень плохо слышно. Можете повторить еще раз? Очень плохо слышно название лекарства. Еще раз повторите. Глумерца. 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 Игорь, вы слышите, да? Значит, давайте я... Я бы не хотел конкретные лекарства. Я, например, в практике не знаю этого. Но я вам хочу рассказать другую вещь. Громадное количество в мире есть компаний, которые занимаются тем, что они в красивых баночках выпускают или продукты, или продукцию, которая там стоит в десятки, то есть сотни раз дешевле, да? Либо вообще абсолютно бестолковую и ненужную продукцию, да? Ну и продают их там по разной цене, используя... И в интернете продают, и используя MLM-компании, разные там, multi-level marketing. Вот. Что я хочу сказать? Любые лекарства, любые лекарства при лечении диабета, сахарного, да? Я понимаю так, я понимаю так, что его можно и нужно использовать только по назначению вашего лечащего врача. Это первое. Вообще, это аксиома. Второе. К сожалению, многие врачи являются агентами фармацевтических компаний, если не все врачи, к сожалению, да? Ну, то есть выписывают то, что им выгодно на своем персональном рецепте, и фармацевтические компании потом по его выписанному оплаченному рецепту выплачивают ему вознаграждение. И это такая общая употребительная практика, так фармацевтические компании продвигают свои продукции. Поэтому, естественно, что если лечащий врач порекомендовал этот препарат, то и говорит, что это хороший препарат, вы просто задайте вопрос, а он действительно хороший? А какие вы прогнозируете результаты при применении мной этого препарата? И действительно, если прогнозируемые результаты вам нравятся, и будут эти результаты такие, ну так, наверное, это хороший препарат. Критериев других нет. Что соседка ваша пьет, или какие-то люди пьют, или что это модный препарат, или что он дорогой, или что кто-то про него что-то говорил. Других критериев нет. Лично у вас должны быть хорошие, позитивные, ожидаемые вашим врачом результаты от применения этого препарата Все другие варианты, они не работают Например, вот у нас есть программа антидиабет И я говорю, что ожидаемые мной результаты от применения этой программы Вот такие, 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 как правило И они такие, такие у людей есть То есть сахар снижается, допустим, там был 8 у человека сахар За 3 месяца снижается до 6, 6,5 То это ясные прогнозируемые результаты Препараты точно так же должны давать какие-то ясные прогнозируемые результаты Метформин, я когда говорил про метформин Метформин это дешевый препарат Он давно, 40 лет назад найден 40 лет назад уже начал использоваться И это дешевый, достаточно эффективный препарат Который имеет некоторые там побочные действия Я бы так это назвал Вот Можно взять метформин, добавить туда еще чего-то И выпустить препарат, который там в 50 раз дороже стоит Или в 30, да Но это не значит, что он будет лучше, чем метформин работать Поэтому всегда надо спрашивать, лучше ли это будет и так далее Я призываю вас, друзья, быть осторожными Но любые препараты Диабет это страшная, серьезная болезнь Только по назначению вашего лечащего врача Который юридически несет ответственность за результаты и за качество вашего лечения Потому что больше никто не несет юридически ответственность за качество Я очень осторожно отношусь к препаратам любым Вы знаете, вот к тому, в чем мы работаем с программой антидиабет Я отношусь хорошо и позитивно Потому что нет ни одного человека, кому правильное питание может повредить Кому правильный образ жизни, кому правильная настройка мыслей может повредить И кому могут повредить в нормальных, правильных количествах витаминные и минеральные добавки Нет таких А лекарства могут повредить очень многим Время нашей программы подходит практически уже к концу Я бы хотела так вот резюмировать Что бы вы пожелали нашим радиослушателям Друзья Дорогие радиослушатели Во-первых, мне очень приятно с вами общаться Мне очень приятно с вами Юлия С вами Павел Я очень надеюсь к вам, Юлия, приехать во Флориду В гости вы очень так зовете людей правильно Я думаю, там у вас чудесное место Что я хочу пожелать? Первое Я хочу пожелать задуматься о правильной своей жизни И задуматься о том, как ваше здоровье сохранить и улучшить Вот прямо сейчас, да? Задуматься То есть не ждать это когда-то Не пропустить мимо ушей то, что я говорил сегодня Поверьте, у меня есть чем заняться в это время Но я уверен, что даже если одному человеку поможет То, что я сказал, будет очень позитивно Второе Серьезно отнеситесь к любым моментам в состоянии своего организма То есть если есть у вас какие-то опасности Если есть у вас какие-то возможные наследственные предрасположенности Все Вы должны просто быть на чеку Вы должны быть на чеку Не нервничать по этому поводу Не предаваться каким-то истерикам Не бегать там по знахарям и так далее А вы должны быть на чеку и знать, что коррекция образа жизни Коррекция и привычек Просто коррекция образа жизни и привычек Дает громадный, громадный, просто очень серьезный эффект Системная коррекция, опять же Это не должно быть, знаете, услышал сегодня там это Применяю это Услышал завтра там это Применяю это Нет, все нужно действовать в системе В слаженной, правильной системе Системная коррекция привычек и образа жизни Дает великолепные, феноменальные результаты Без лекарств зачастую и так далее Но если уже у вас такая ситуация, например, сахарный диабет И вы принимаете лекарства То тоже серьезно отнеситесь к этому вопросу Нужно понимать, как и что на вас действует И я должен еще Спасибо Спасибо большое, друзья Я про это не говорил в этот раз Но инъекции сахарного диабета При сахарном диабете второго типа инсулина Это крайне опасная штука И нужно делать все, чтобы этого не было Но это отдельный вопрос Мы об этом еще Дополнительно поговорим Конечно Спасибо Как всегда, очень интересно, насыщенно До следующей передачи Всем хорошего дня Счастливо Спасибо большое До свидания Пока Субтитры создавал DimaTorzok